Ребята, всем привет! Меня зовут Дина, и я рад вас видеть на моем канале Дина Блин. Мы стоим в преддверии прохождения последней главы Slender The Arrival. Напомню, что мы закончили на том, что прошли две видеозаписи за Сиара и за Кейт. Там мы неоднократно умирали, и было очень-очень страшно. Если вы хотите пережить это еще разок, то добро пожаловать в предыдущее видео. А сейчас предлагаю двинуться в путь. Поехали. Ну что ж, выходим из этого здания с телевизором, которое так пощекотало на им нервы. Особенно за Сиара на этой ферме. Это было переживание. Солнце садится. Знаем мы эти моменты, когда Солнце садится. И знаем мы, что нас ждет после захода Солнца. Кстати, помимо Солнца садится так же и батарейка у нашей камеры. Что-то я не пойму. Тут буреломы не пройти никак. Так. А, так. Давайте-ка. Еще разок попробуем. Ага, может. Так, просто не заметила, видимо, этот путь. Мы все ближе и ближе поднимаемся к вышке. Двенадцатая записка. Дом должен был уйти. Он больше не мог меня сберечь. Думаю, речь идет о поджоге дома. Я помню, на холодильнике у Кейт были пометки взять с собой канистру бензина. Еще какие-то принадлежности. Ой, я испугалась собственной тени. Господи. Может быть... Может быть, она запалила дом перед уходом? Хотя что-то можно было успеть... Блин, мне что, теперь не подняться? Черт. Алло. Что мне делать? Блин. Все в порядке. Судя по тому, что она встретила прямо у себя в комнате Слендера, когда собралась прятаться под кроватью, поджигать дом-то было некогда. Лышечка-то уже так рядом. Может быть, она надеялась передать какое-то послание с радиовышки. Так. Я тут спустилась чуть пониже, а то я немножко застряла в горе. Сейчас все в порядке. Похоже, нам нужно пройти вот через этот... этот тоннельчик для шахты. Исторические шахты Кульмана. Как же я люблю шахт. Во всех играх. Шахты – это замечательно. В Resident Evil, в Silent Hill. В шахтах всегда так тихо и спокойно. Здесь вас никто не хочет убить. Да-да, конечно. Блин. Шахты. Я ненавижу шахты. Господи, в шахтах всегда происходят самые плохие вещи. Встретимся на улице через час. Я оставила список вещей, которые нужно взять с собой. Все остальное не бери. Я объясню все, как только увижусь с тобой. Я знаю, как все исправить. Не говори, Лоран, обо мне. Сиар. Хм. Очень подозрительно, мне кажется. Очень подозрительно, господин Сиар. И знаете что, месье Сиар? Я тут вспоминаю про ваши черные штаны. А не был ли сам Сиар слендером? А? Ладно. Скоро, я думаю, мы все узнаем, если не пропустим очередные записки. Идем вглубь шахт. Больше нам ничего не остается. Наскальная живопись. Так. Так. Окончится этим. Что тут у нас? Мне так жаль. Прости меня за все. Это не твоя вина. Я сделал это. Или сделала. Когда ты это прочтешь, будет слишком поздно. Не пускай его в другие жизни. Это все моя вина. Все может закончиться на тебе. Я позволила ему... Многоточим. Зачем только я позволила ему? Зачем только я пустила его? Мне так жаль, что мне приходится возлагать эту ножку на тебя. Мне бы так хотелось, чтобы все было на мне. Это не должно распространяться дальше. Пожалуйста, все должно закончиться на тебе. Я бы очень хотела, чтобы был какой-то другой путь. Это должно закончиться. Боже, прости меня. Я полагаю, это письмо Кейт. И, возможно, оно адресовано нам. Лорен. Похоже, у нее не получилось остановить его. Ну, я, если честно, не понимаю. В другой записке было сказано, что она в госпитале. Непонятно. И ведь не может это все быть ее воображением. Ведь мы тоже видим Слендера, мы тоже его встречаем. Все не понимаю. Черт, под углом еще страшнее. Ох, господи. Почему каждый раз нужно идти через шахты? Неужели люди, работавшие на радиовышке, каждый раз ходили через долбанные шахты? Что происходит, а? О, боже, все в огне. Все в огне. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Слендер, видимо, где-то рядом. А! Черт. Бежим. Господи, не оборачиваемся. Где же... Ой-ой-ой, вот он. Черт, черт, черт. Бежим, бежим. Куда бежать-то? Где же радиовышка, которая может нас спасти, как мы полагаем? Где же... Где же выход-то? Где же спасение? Господи, все в огне и в слендерах. Что может быть кошмарней? Кошмарней может быть только, когда у нас закончатся силы для бегра. Блин, куда пишать? Может быть, вот сюда? Так. Э, дерево. Черт! Ой. Господи, мне кажется, мы уже загорелись. Да, первая попытка, пытка. Ой, блин, прям на него бегу. Все трясется, дождик трясется. Я трясусь. Камни какие-то. Совершенно не понимала, куда бежать. Ну, кстати, в данный момент и не очень-то страшно. Потому что ни черта не понятно. И уже наступает некое смирение. Ну, куда дальше? Может, умирать-то сначала начать? Вот, вышка. Ладно, бежим на вышку. Так поступим. Мы видим вышку, мы бежим к ней. Она должна нас спасти. На то мы перешили. Слегка жарим хвост. Так. О, вход в радиовышку. Отличненько. Дверь за нами захлопнулась. По традиции. Мы сбежали из горячего леса. Отлично. Кто там? Кто там, ребята? Так. Система оповещения при чрезвычайных ситуациях. Это система, с помощью которой можно оповестить местных жителей в случае чрезвычайной ситуации. Служба может быть активирована полицией, пожарными, природозащитниками и прочими, у кого на это есть право. Может быть активирована по следующим причинам. Суровые погодные условия, наводнение, пожар, выброс опасных веществ, угрозы терроризма, затопление, эмбер-алерт, эмбер-тревога, я не знаю, что это значит. Другие угрозы жизни, имуществу или безопасности. Если есть вопросы, то, пожалуйста, свяжитесь с руководством парка или агентства Whitefire. Так, судя по всему, нам сейчас нужно будет активировать эту систему. Интересно, что она дает. Может быть, нас прилетят спасать. Дверь. Ой, можно, видимо, открыть. Так, ничего, двери. Только дверей. Начнем вот с этой. А, судя по красному свету, закрытая. Тихонечку исследуем. Интересно, нас будут ждать и слендер, и дети в трусах, или только слендер? Ключики. Мы уже ко всему привыкли. Правда ведь? А больше всего мы привыкли умирать. Так что, детишки, пожалуйста. Просто я ко всему готова. Так, тут пусто. Зачем пусто? Ну что, пойдемте. Мне очень понятно, зачем нужно было запирать дверь, если она так легко открылась. Не очень приятные волки. Что-то там горит в конце комнаты. Отлично. У нас сел фонарик. А я думала, это уровень заряда камеры. Замечательно. Как будто до этого было недостаточно страшно. Ну что ж, будем бежать... Блин. От пожара до пожара. Да, ребят? Да, ребят? Черт! Ничего, бежим, бежим. Не умерли, значит, бежим. Может, закрой дверь? Сейчас, закрой ты эту дверь. Закрой эту дверь. Я подвела тебя. О, боже. Это Кей... Нет, подождите. Или это Сиар. Мужчина в штанах. О, боже. Я кейз. Кейз. Пожалуйста. Я... Я кейз. Я кейз. Я не могу. Я кейз. Я кейз. Кейз. О, боже. О, господи. Боже, это ужасно. Сложно было разобрать, что они там говорили, но у меня такое ощущение, что она подожгла его. А! А! Так, нас убили, и мы очнулись рядом с этим ребенком. Вон он сидит на картах, смотрит на нас. Смотрит на нас и дышит. Зазумим-ка его. Мне кажется, он чем-то недоволен. Конечно, его жизни не позавидующе. Так, осмотримся. Осмотримся. А если мы захотим походить? А если я подойду к нему? Он нас убьет? Он нас не пускает наверх. Ну ладно, что ж, походим. Синезу тут почитаем пока газетки. Этот парень все останавливается рядом с моим домом и спрашивает о моем сыне. Я говорю ему убираться. Он становится все более и более отчаянным. Я все еще вижу его. Я продолжаю искать его. Это не может быть он. Я знаю, что не может. Но это кажется таким реальным. Куда бы я ни шел, я слышу его голос. Он звучит так, как будто он страдает. Как будто он тот сын, которого я знал. Я не могу избежать этой пытки. Этот человек, это создание, оно пытает меня. Оно сжирает мое сознание. Или это делаю я сам. Была ли это моя вина, что Чарли исчез? Или это мое испытание? Мое наказание? Я должен покончить с этим. Я должен очистить это место. Больше никаких страданий. Никто этого не заслужил. Все закончится здесь. Ох. Мне кажется, мы нашли вторую часть дневника старшего Чарли Мэтьюсона. Что-то подобное мы уже находили в сгоревшем доме. Кстати, это не тот самый сгоревший дом. Ладно, раз мальчик Маугли нас не пускает наверх, смотримся внизу. Но, кстати, я так до конца не поняла, что же произошло с, видимо, Сиаром. Видимо, это лежал сгоревший Сиар. К сожалению, было плохо... А! Господи. Блин, он же сидит у лестницы. Или уже не сидит. Вот сидит. Это был кто-то другой. Я думала, сейчас они перестанут нас пугать. Господи, а! Так вот, было плохо слышно, и я не смогла толком разобрать, о чем они с Кейт говорили. Так, записка без номера. Неизвестный отправитель. Ждут веселые времена. Кейт. Это все очень впечатляет, не так ли? Вся эта загадка. Пропавший мальчик. Окрестности поджег. Я счастлив, что разделил это приключение с тобой. Не могу не чувствовать грусть для мистера Мэттьюсона. Он потерял так много. Ах, если бы он только дал мне ему помочь. Так же, как ты помогла мне. Возможно, я смог бы спасти его. Он меня отведет сжечь. Так как я не смог помочь ему при жизни, возможно, я могу помочь ему сейчас. Я обещаю, что найду, что произошло с его сыном. Возможно, это сможет упокоить его душу. Еще раз спасибо, Кейт. Буду с нетерпением ждать наших приключений. Сиар. Это письмо из ада? Что же это все значит? Или, может быть, может быть, Сиар тоже стал таким вот мальчиком в трусах? Я ничего не понимаю. Теперь нас пустили наверх. Все это ужасно грустно. Сколько смертей. И за что? За что? Столько сгоревших домов. Столько канистр с бензином. Мы слышим, чей-то плачет. Кто же это плачет? Кейт, может быть? Кстати, мы все еще играем за Лоран? Или уже за Кейт? Камера дрожит. Что происходит? Ты нас до сих пор будешь убивать? Алло. Это наша нога? Скорее всего, да. Нас куда-то оттаскивают. А, это все? Ага. Угу. Угу. Вот и все. Если я так понимаю, нас пусть убили. Ага. Нам не удалось спасти Микки и не себя. Что сказать? Ох, что сказать, ребят? Это было очень страшно. Очень, при очень, перри очень страшно. Наорался я, конечно, вдоволь. Вот. Надеюсь, вы тоже смогли проникнуться атмосферой и даже не стали поорать вместе со мной. Ух. Да, конечно, когда играешь в игру первый раз, это неповторимое ощущение. Ух. Только вздыхать и могу. Ну что ж, большое спасибо, что были со мной во время всех этих Glasslander The Arrival вместе. Наорались, напугались, насмотрелись на мальчиков в трусах, на Слендера в костюме. Ну, действительно, очень страшно. Надо еще подумать, переварить на единые милики, чтобы вы как-то составили уголовную целостную историю, что же произошло. Буду размышлять, а что страшно играть с вами дальше. Еще раз спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам правда понравилось. заглядывайте на мои дальнейшие видео. Всем спасибо, счастливо, пока. Ребят, я решила перепройти последний уровень, и вот что заметила. В самом конце, когда мы идем на таинственный плач, и наша цель найти кейт, если тут не бежать, а остановиться, то будет видно, что в углу сидит как раз наша кейт. видимо, она стала одной из из них, этих странных детей в трусах. Ее похитил слендер, и теперь она вот такая. Если мы подойдем, она нас съест, и не станем такой же, как она. И, судя по всему, подспасти, Сиар подразумевал сжечь, убить, пока слендер тебя не забрал, чтобы остановить этот порочный круг. Но у нас нет выбора. Кейт, мы пришли тебе помочь. Но вот она уже в капюшон. Теперь мы тоже наденем капюшон.